Обо всем самым интересным и важным, как всегда, в нашей постоянной рубрике Телетайп новостей. Передвижной консультативно-методический пункт, маршрут безопасности, организованный Управлением по делам молодежи, на днях посетил филиал Анапского индустриального техникума. Со студентами побеседовали сотрудник межрайонного отдела наркоконтроля, врач-нарколог. Ребят также проконсультировал специалист по трудоустройству Центра занятости населения. В картинной галерее Славянского на Кубани впервые открыта выставка работ нашего земляка, художника Александра Мазина, работавшего в 40-х-60-х годах прошлого века. Александр Романович родился в такое время, на его юность пришлась бурные годы гражданской войны, революции, Великой Отечественной войны, так скажем, непростая жизнь. А с детства очень любил рисовать. И вот эта любовь переросла в страсть, которая всю жизнь сопровождала его, и всю жизнь он посвятил вот именно этому искусству. Экспозицию составили работы художника разных лет, долгое время хранившиеся в фондах Славянского историко-краевического музея, выполненные в технике линогравюры, одном из сложнейших видов изобразительного искусства. То, что это талантливый художник, нам говорит о том, что линогравюры эти цветные. А чтобы сделать такую линогравюру, и как ее делать мы сегодня покажем, нужно очень много терпения и такого кропотливого, наверное, труда. Очень сложная работа. Называют эту линогравюру сложнейшим направлением в искусстве. Познакомиться с творчеством художника можно в картинной галереи до конца марта с 10 до 17 часов. На базе детско-юношеской спортивной школы «Белая ладья» для общественных организаций Славянского района организован компьютерный класс, где все желающие будут обучаться компьютерной и финансовой грамотности. Спонсором выступил банк «Кубанькредит». Мы же в свою очередь, кроме помощи в открытии компьютерных классов, передачи компьютерной техники, проводим занятия по финансовой грамотности с пенсионерами-ветеранами. У нас есть специальные программы, разработанные обучающие. У нас обучены наши сотрудники, которые эти курсы преподают. Естественно, мы оказываем благотворительную деятельность, пытаемся помогать вам организовать культурно-массовые мероприятия. На территории спортшколы установлено 12 компьютеров. Идет прием заявок в группы в первичках общественных организаций по всему району. Помещение для занятий предоставлено руководством спортивной школы «Белая ладья». В четвертом лице состоялись районные методические объединения педагогов, в рамках которых прошел слет молодых учителей района. Учителя славянского района поработают в четырех секциях. Непосредственно они получат поддержку психологов, с ними будут проведены психологические тренинги, мастер-классы опытных учителей. Молодые учителя также познакомятся с эмоциональными процессами, происходящими в современной школе, и научатся работать именно в рамках новых образовательных стандартов. Цель подобных мероприятий – повышение качества образовательного результата и создание условий для обмена педагогическим опытом. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день представители противотуберкулезного диспансера Министерства здравоохранения края провели районный семинар «Ранние выявления, диагностика, лечение и профилактика». В работе совещания приняли участие больше 120 специалистов здравоохранения славянского района. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы эпидемиологии туберкулеза в крае и в нашем районе. Проблема профилактики, диагностики и лечения этого заболевания. Обсуждены меры совершенствования противотуберкулезной помощи населению.